Эффективность импортозамещения и экспорт. Три драйвера роста, которые позволят стране развиваться дальше, названы на Большом совещании президента. В центре внимания развитие минерально-сырьевой базы. Иными словами, добыча и использование наших полезных ископаемых. Президент с первых минут задал тон, отметив, что острых вопросов будет поставлено немало. Бывало, в советские времена мы добывали максимум сколько миллионов тонн нефти? Около 8 миллионов тонн нефти. Пусть будет около 8, по моим данным, 9. Хорошо. Я не зря называю эту цифру. Наши природные геологические условия Беларуси все знают. 9 миллионов тонн, пусть 8. Мы добывали нефти. Сегодня добываем 2. Примерно 2 миллиона, попутный газ и прочее. В чем дело? Мне объясняют, выкачали все. Я в это не верю. Такое вступление к нашему сегодняшнему совещанию. Все полезные ископаемые – наше национальное достояние. Стратегический запас, принадлежащий народу. И только народу. Это и калий, и нефть, и самый большой ресурс – пресная вода. Бесценный ресурс в последнее время и многое другое. Но тем, что мы имеем, надо грамотно и по-хозяйски распоряжаться. Во главу угла государство всегда ставит вопросы интенсивного освоения месторождений. То, что Господь подарил тому или иному государству и народу. Эффективности рационального использования их. А также внедрение самых передовых технологий – добычи, переработки и особенно в наших условиях поиска новых полезных ископаемых. Собственные минерально-сырьевые ресурсы стране нужны всегда. Они залог суверенитета и стабильного развития экономики. Я уже не говорю про Беларусь. Если бы мы сегодня имели 5 миллионов тонн нефти, а не около двух, как я только что сказал, богатым бы были государством. Вот откуда причина рассмотрения этого вопроса. Минерально-сырьевые ресурсы – залог суверенитета и стабильности экономики. Еще актуальнее это сейчас, когда в отношении Беларуси с каждым годом усиливается санкционное давление. Пришло время сверить часы, найти решения для самых проблемных и недостаточно проработанных вопросов. Таких немало. В стране достаточно изучены природные богатства, которые находятся на поверхности. Сейчас нужно наращивать геолого-разведочные работы – поручения президента. В первую очередь по углеводородам. Промышленные запасы нефти в Беларуси за 8 лет приросли на 14 миллионов тонн. При этом объемы добычи оставляют желать лучшего. Президент ориентирует на комплексный подход в данном направлении. Кроме этого, белорусский лидер требует наладить единый контроль за разработкой месторождений. В том числе и других полезных ископаемых. Нужно смотреть на перспективу, искать и находить ресурсы. Экономика во главе угла. Практически по каждой позиции должно быть 100%, если мы мощности создали. Работаем наполовину. Все нормально. При этом, несмотря на наличие достаточной сырьевой базы в стране, за прошедший год ввезли, импортировали галька, щебень, гравий. Почти 300 тысяч тонн. То, что у нас есть. Потрачено более 18 миллионов долларов. Песков природных закуплено 50 тысяч тонн почти на 5 миллионов долларов. Огромные цифры. Цены на полезные ископаемые год от года растут. А мы вместо того, чтобы шевелиться и взять то, что буквально лежит под ногами, безропотно платим. И в результате, что мы имеем? Неполная загрузка производств. Снижение объема выпускаемой продукции. Что заведомо тащит вниз другие показатели. Все говорят санкции. Нет санкций. Для вас санкций нет. Ищите другие рынки. Напоминаю, наша общая цель не только производить продукцию с максимальным использованием отечественного сырья. Есть три кита, три драйвера роста, которые позволят нам развиваться дальше. Это эффективность, импортозамещение и экспорт. Упаси вас Господь, если хоть один раз, Роман Александрович, на моем уровне будет поднят вопрос по ввозу сюда продукции той, которую мы производим. Пеняйте сами на себя. Больше повторять не буду. Второй вопрос посредники. Давайте договоримся, что в год качества должны быть пересмотрены все подходы именно к качеству работы. Если есть системные проблемы, требующие вмешательства моего, говорите. Решения будут приняты незамедлительно, хотя они уже и приняты. В экономике нет и не может быть второстепенных тем. Потому что от нее устойчивости зависит суверенитет нашей страны и благополучие нашего народа. Это самое важное. Поэтому еще раз повторяю. Идите и ищите то, что нужно стране. В таком внушительном составе обсудили и другие вопросы, актуальные для всей страны. В сельском хозяйстве стартовала пассивная. Президента интересовала готовность техники, состояние полей и озимых. Жесткий разговор о недопустимости падежа скота. Александр Лукашенко анонсировал. К этой теме скоро вернутся. Еще раз белорусский лидер напомнил губернаторам о дорогах. Привести в порядок их нужно до 9 мая. Касается это и дворовых территорий. В фокусе внимания также торговля в малых городах и селах. Обсудить важные вопросы, которые касаются основного закона страны. Диалоговые площадки в преддверии Дня Конституции проходят во всех регионах Беларуси. Возможностью задать интересующие вопросы и высказать свое мнение воспользовались студенты Гомельского университета имени Франциска Скорины во время встречи с министром юстиции Сергеем Хоменко. Слушатели юридического факультета, будущие нотариусы, судьи и адвокаты интересовались принципами состава и формирования Всебелорусского народного собрания, нюансами работы и функциями Минюста, вопросами правового просвещения белорусов. Я считаю такие встречи необходимыми, так как молодежь должна больше знакомиться с молодежной политикой в нашей стране. Было особенно интересно узнать, каким образом студент юридического факультета в будущем может связать свою профессию с Министерством юстиции. Я задал министру вопрос, как будет формироваться Всебелорусское народное собрание, в ближайший период будет проходить его окончательное оформление, его состава. Я думаю, что подобные встречи весьма полезны, такой формат открытого диалога, можно услышать ответы на все интересующие вопросы от первых лиц, скажем, компетентных людей, и это замечательно, это правильно. Сегодня особенный разговор, канун юбилейной даты 30-летия со дня подписания Конституции Независимой Республики Беларусь. Судьба нашей страны зависит от каждого из нас. Свой потенциал необходимо применить для того, чтобы коэффициент полезного действия для нашей страны был максимальным. А накануне в Гумеле открыли обновленное здание архива-хранилища после реконструкции. На площади более 2000 квадратов теперь можно разместить свыше миллиона архивных дел, молчаливых свидетельств истории Беларуси. Решение жилищного вопроса. Почти полсотни семей брестских пограничников получили ключи от арендных квартир. Дом вырос буквально за полгода в новом микрорайоне города над Бугом. Жилье сдано с полной отделкой. Некоторые семьи уже частично успели перевести мебель. Также создана безбарьерная инфраструктура. Обустроено помещение для хранения колясок. Есть специальное место для велосипедов. Напомним, в прошлом году глава государства подписал указ об арендном жилье для военнослужащих. Это решение уже приносит свои плоды. В 2023-м в Брестской пограничной группе очередь нуждающихся сократилась. Безусловно, это свидетельствует об огромном внимании со стороны государства, лично президента Республики Беларусь, к решению вопросов военнослужащих. Это социальный проект, который продолжится в течение текущего года. Он призван не только создать благоприятные и комфортные условия для жизни и быта, но и формировать соответствующее отношение у воинов в зеленых фуражках, добросовестному служению, выполнению задач по охране и защите священных рубежей Отечества, нашей любимой и процветающей Беларуси. Руководством Госпогранкомитета, также нашей воинской части, а также властями города мы получили эту квартиру. Теперь у наших дочек будут собственные комнаты, и у нас же тоже уютно было. Планировка отличная. Она большая, просторная, светлая. Очень интересная кухня. Очень большая, современная. Также до конца года для брестских пограничников планируют построить еще 32 арендные квартиры. Еще 4000 квадратов возведут в рамках долевого строительства. Реальная возможность громко заявить о себе на большом льду и сделать шаг навстречу своей мечте. На Чижовко-арене стартовал финальный турнир республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба». За звание победителей скрестили клюшки ребята 2011 и 2012 годов рождения. Это младшая возрастная группа «Дивизион А». Победителя узнаем в пятницу, 15 марта. А с 20 по 29 число решающие игры проведут представители дивизиона «Б». Это любимский турнир. Дети из этой «Золотой шайбы» попадают в команды уже заниматься профессиональным хоккеем. И вот новые звездочки появляются именно отсюда. Главным организатором соревнований выступает президентский спортивный клуб. Благодаря в том числе и непосредственно поддержке главы государства, турнир дал огромный толчок развитию детского хоккея в каждом уголке Беларуси.